Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Продолжаю начитывать брошюру про Таирей Виктор Потапов «Молчание предается Богу» Российская Православная Церковь. Часть 4. Самооправдание или покаяние. Не за то, братья, будем мы осуждены на вечном суде, что не совершали мы чудес, что не богословствовали, но за то будем осуждены, что не плакали о грехах своих. Преподобный Иоанн Лествийщик. В кавычках «Заповеди человеческие», о которых говорит пророк Исаия, подменяет покаяние самоправданием и угождением человеческим слабостям, учат служить земному более, чем небесному. Яркий пример этому подал прошлую осень сам руководитель московской патриархии Алексий II. Будучи в Вашингтонском Джорджтаунском университете, он сказал, «Я мог выступить с публичным осуждением антирелигиозных гонений. Я даже не думаю, что при Хрущеве меня бы за это отправили в тюрьму. Я бы просто окончил свои дни где-нибудь в монастыре, как это произошло с одним из моих собратьев-архиереев». В скобках. «Какой ужас! Монаху окончить свои дни в монастыре!» Виктор Потапов. Но я помнил в то время и о другом. Господь, призвавший меня к епископству, неразрывно связал меня с моей паствой, сделал меня ответственным за нее. И я до сих пор с ужасом думаю о том, что было бы с моей паствой, если бы своими «решительными» действиями, я оставил бы ее без причастия, без возможности посещать храм, оставил детей без крещения, умирающих без последнего напутствия. Я знаю, великий, несмываемый грех совершил бы я, если бы, заботясь о своем нравственном реноме, ушел от управления епархией и предал свою паству, позволив богоборцам обезглавить ее и глумиться над ней». Товички закрыты. Снова перед нами излюбленная теория московской патриархии. Компромисс с паццерковь. Сделка с совестью предоставила церкви совершать возможность совершать таинство. Не церковь нуждается в нашем спасении, ее, а мы, все мы нуждаемся в том спасении, которое только она дарует. А как насчет паствы, упомянутого в патриарше речи опального епископа, который окончил свои дни в монастыре, выступившего с публичным осуждением антирелигиозных гонений? Она что, осталась без таинств? Если довести мысль патриарха до логического конца, то получается, что заточенный в монастыре епископ совершил великий, несмываемый грех тем, что возвысил голос против гонения на церковь. Неужто можно допустить, что в пору гонений сей иерарх предал свою пасту, заботясь лишь о своем нравственном реноме? Нет, тысячу раз нет. Опальный святитель поступил так, как повелел всем служителям церкви пастыр-начальник Христос. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Евангелие от Яна, 10 глава, 11 стих. Иерарх, который имел в виду патриарх, но не назвал его по имени, некто иной, как епископ-исповедник Ирмоген, в скобках, Голубев. Это уже звездочка, внизу ссылка дается. Архиепископ Ирмоген родился в 1895 году. Духовное образование получил в Московской Духовной Академии. В 1920 году он принял монашество и был рукоположен в Ермонахе самим патриархом Тихоном. В 1923 году был возведен сан Архимандрита и назначен наместником Киево-Печорской лавры. В 1931 году Архимандрит Ирмоген был арестован и заключен на 10 лет в лагерь. Отбыв заключение, он поселился в Средней Азии. В начале 50-х годов служил священником в Самарканде. В 1953 году был хиротонисом воепископа Ташкентского и Среднеазиатского. Слова, произнесенные им при хиротянии, характеризуют светлый облик этого мужественного пастыря. В кавычках. В кавычках открыты. Я рад, что могу свидетельствовать перед всей церковью, что мое прошлое в Боге для Господа я еще в дни своей юности отказался от многого, что так привлекает человека в этом мире. Ему служила моя воля. Если я, как человек, согрешил, то никогда от него своего Господа не отступал. Всегда был верен в святую его церкви. И рука моя никогда не постиралась к Богу чуждому. Кавычки закрыты. Владыка Ермоген стал епископом до смерти Сталина. Последний епископ, поставленный в эпоху жестокой диктатуры, сделал как бы апостолом десталинизации в отношениях между государством и церковью. Во время правления Хрущева, особенно в 59-60-е годы, в согласии с официальной директивой, местные власти начали разрушать структуру церкви. За энергичную защиту веры он на год остранен от управления епархией. В 1962 году его назначили архиепископ Калужский. В 1964 году он первый поднял кампанию за освобождение церкви от пленения советскими безбожными чиновниками. Летом, в 1965 году, архиепископ Ермоген возглавил делегацию из восьми епископов патриарху Алексию I, требовавшую отмены решения собора ввиду неканоничности. За эту акцию архиепископы Ермогена убедили в кавычках уйти на покой и назначили ему поселиться в Жировицком монастыре. Тем не менее, и находясь на покое, он неоднократно выступал против приспособленческой политики московской патриархии. После смерти патриарха Алексия I все лучшие силы русской церкви мечтали об избрании архиепископа Ермогена патриархом. Однако, владыка Ермоген, бывший в то время старейшим иерархом русской церкви, не был вызван на собор и до самой своей кончины, последовавшей 7 апреля 1978 года, оставался под фактическим домашним арестом. Кавычки закрыты. Архиепископ Ермоген, единственный иерарх русской церкви, который в период хрущевских гонений, конец 50-х годов, начало 60-х годов, когда нынешний патриарх начал свой голокружительный взлет по иерархической лестнице, добился того, что ни один храм в его ташкентской епархии не был закрыт. Спасибо патриарху Алексию II, что не дал нам забыть про владыку Ермогена. Уверен, что будущее поколение православных россиян с любовью и признательностью будут вспоминать архиепископа Ермогена, как человека, пожертвовавшего собой для блага церкви, Христовой, и как живой пример иерарха, который, несмотря на тяжелое время, в котором он жил, преодолел соблазг сергианства. В русском вестнике номер 13 25 марта 1 апреля 1992 года статьей «Встреча с патриархом» завершается обсуждение проблемы причастности иерархов и клириков московской патриархии к тайной деятельности КГБ. Патриарх высказался в этой статье по этому поводу однозначно. Кавычки открыты. Мы не принимаем голословных обвинений, пусть подтвердят их документами. Любой иерарх в прошедшие годы общался с властями, тем более сотрудниками Совета по делам религии при правительстве, где представителей КГБ было более чем достаточно. Если будет доказано, что связь того или иного священника либо епископа причинила ущерб церкви или ближнему, это грех, и за него придется понести ответственность. Но если такого ущерба не было, то о чем и зачем тогда шум? Каковы подлинные причины кампании по разоблачению священнослужителей? Кавычки закрыты. Что ж, мы вовсе не хотим, чтобы патриарх принял голословное обвинение. Придется предъявить документы. Вернемся к делу владыки Ермогена. 22 декабря 1967 года нынешний патриарх, тогда управляющий делами Московского патриархата архиепископ Алексий Таллинский и Эстонский направил архиепископа Ермогену в резолюцию патриарха Алексия I Семанского, в котором говорится, что опальный епископ был уволен на покой в Жеревицкий монастырь в 1965 году, так как кавычки открыты. В то время не было соответствующей вакантной кафедры. Ряд кафедр за эти два года освобождался, но были кандидаты на эти кафедры более подходящие, читая преданные сергианцы Виктора Потапова, чем преосвященный Ермоген, у которого неизменно возникали осложнения в епархиях, которые он последовательно занимал в скобках Ташкент, Омск, Калуга. И нам приходилось каждый раз брать на себя хлопоты по их разрешению и заботиться о перемещении его на новую кафедру. В Жеревицком монастыре для него Ермогена были созданы самые благоприятные условия, как в бытовом отношении, так и в отношении беспрепятственного служения и проповедования Слова Божия. Однако Преосвященный и не был доволен созданным для него условиями, неоднократно выражал свои неудовольствия и тем смущал церковную общественность, проявленной якобы к нему несправедливостью. В настоящее время дело обстоит так, что настроение Преосвященного, как видно по тону и характеру его заявления, не дает надежды на то, что не будет повторений того, что было у него в Ташкенте, Омске и Калуге. И потому от него самого зависит дать возможность Синоду прекратить его пребывание на покое и назначить его на епархию. Вестник РСХД Калуге 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 Осложнение С Осложнение Но во всех случаях осложнений на моей стороне был закон, на стороне уполномоченных произвольные, необоснованные на советском законе требования. Наибольшие осложнения были в Ташкенте. Но какие причины были для этих осложнений? Первой причиной был мой отказ уполномоченному Вороничеву помочь ему закрыть храм в селе Луначарском под Ташкентом. И храм этот, за отсутствием законных оснований, к его закрытию остался открытым и по сей день. За все время управления мной Ташкентской епархией в ней не было закрыто ни одного храма, в то время как по ряду епархий уже прокатывались волны массовых закрытий церквей. Второй причиной осложнений была постройка в Ташкенте кафедрального собора. Постройка эта явилась самым крупным церковным строительством в нашей церкви за истекшее 50-летие по восстановлению патриаршества. За время моего служения в Омске не было вообще никаких осложнений. Ведь нельзя же принимать за осложнение вызов меня в качестве свидетеля по делу староста одного из закрытых храмов в связи с посылкой его жалобы. Н.С. Хрущеву на незаконное закрытие храма и ставить гражданину в вину вызов его в качестве свидетеля. Юридический абсурд. «Служение моё в Калужской епархии проходило при двух полномоченных. Сперва при В.А. Смолине и затем при Ф.П. Рябове. В скобках тот самый Рябов, который уже в перестроечное время всячески противился открытию общиной пустыни». В основном осложнения стали возникать по вопросам пополнения священнослужительских кадров епархии и замещения свободных священнических мест. Страница с 9 по 15. «Если архиепископ Ермоген отказался поставить себя в положение слепого исполнительного веления врагов церкви и за это лишился кафедры, то послушные безбожниками иерархии московские патриархии полностью отдали себе во власть богоборцев, исполняя всякое их желание и поручение. Порой эта порабощенность принимала абсурдные формы. Архиепископ Ермоген в том же ответе патриарху Алексию I рассказывает о Совете, данному уныния покойным митрополитом Крутицким Петеримом». Кавычки открыты. «Во избежание всяких осложнений поступайте так, когда придет к вам на прием священник или член приходского совета по какому-либо церковному вопросу. Выслушайте его, затем направьте его к уполномоченному с тем, чтобы побывший у него он опять вернулся к вам. Когда он вернется и вам доложат об этом, вы позвоните уполномоченному и спросите, что он сказал вашему посетителю. И то, что сказал ему уполномоченный, то же самое скажите ему и вы». Оттуда же. Страница 10. Таким образом, старейший после патриарха митрополит указывал епархиальному архиерею, каким церковным управлением он должен быть для своего духовенства, епосолным рупором для исполнения указаний безбожника и врага церкви. Из вышесказанного яствует, кто приносил ущерб церкви и ближнему, а кто пользу. Напомню слова патриарха Алексея II. Кавычки открыты. «Если будет доказано, что связь того или иного священника либо епископа причинил ущерб церкви или ближнему, это грех, и за него придется понести ответственность». Кавычки закрыты. Позволительно спросить, кто же понесет ответственность за гонение на архиепископа Эрмагена? В своем выступлении в Джорджио-Таунском университете патриарх говорил о самосохранении церкви как об одном из воздействующих принципов ее жизни. Но действительно ли в этом ее главная забота? Обратимся по этому поводу к мысли богослова, на которую патриарх любит в своих речах ссылаться, ныне покойного протопресвитера Александра Шмеймана. Кавычки открыты. «Не для себя существует церковь и не в самосохранении внутренний двигатель ее жизни, и потому в ней всегда пребывает очень тонкая, огромным числом церковников, слишком часто незамечаемая черта, отделяющая подлинное и правильное хранение церкви от соблазнительного самосохранения. Когда церковное общество начинает почти безосознательно служить себе, а не назначенную церкви в мире. Когда верующие начинают ощущать церковь, существующую только для них и для удовлетворения их религиозных нужд, и в этих нуждах, в своих церковных навыках, в своем духовном удовлетворении полагать мерило всего в жизни церкви. Когда, по видимости, все остается таким же благолепным, молитвенным, утешительным, а на глубине уже искренне искоревленно тонким, самым тонким из всех, духовным эгоизмом и эгоцентризмом. И потому главной заботой церковной совести не должна ли быть забыта эта черта, чтобы праведное охранение церкви не превращалось в духовно опасное, ибо двусмысленное и соблазнительное самосохранение. Вестник РСХД, номер 106, 1972 года, стр. 256. Во время пребывания патриарха Алексия II прошлой осенью в США ни в одной из его многочисленных биографий не был упомянут тот немаловажный факт, что его святейшество без малого четверть века служил управляющим делами Московского патриархата. И ни для кого не секрет, что до перестроечное время занимающийся это кресло являлся фактически первой операционной в церкви. Следует отметить, что патриарх Алексий II в свою бытность управляющим делами патриархии не только передал опальному владыке Армагену указ Синода, отправляющего в монастырь на покой, и затем телеграммой запретил епархиальным архиереям сообщаться с индонным архипастерем. Кроме того, нынешний патриарх был тот, кто передал постановление патриархии о запрещении священнослужения отцов Николая Эшлимана и Глеба Якунина за то, что они, кстати, с благосостояния архиепестка Армагена, за что по свидетельству отца Глеба Якунина владыка и был сослан монастырь, дерзнули возвести свои голоса в защиту церкви, сказав своим архиереям горькую правду. Кавычки открыты. Сегодня действия церковных властей, которые гнали мужественных московских священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина, никем не осуждены, пишет отец Георгий Эндерштейн в статье «Читая и перечитывая классику». Эти гонители по-прежнему заседают в священном синоде. Эти гонители утверждают, что именно они номенклатурные единицы ЦК КПСС, те, которые явно и тайно сотрудничали с ККБ и партийно-государственной элитой, являются духовными наследниками новомучеников и исповедников российских. Что именно они своим твердым, непоколебимым состоянием в сергианстве спасли церковь. Они пытаются убедить нас, что если бы все епископы противостали коммунистической системе, в людоеды бы ни одного епископа не оставили бы в живых. И церковь на Руси сегодня бы не существовала. Кавычки закрыты. Руководители московской патриархии попирают в неложное обетование Господа нашего Иисуса Христа, сказавшего «Созись, жду церковь мою, и врата ада не одолеют ее» Матфея 16, глава 18 стих. Деятельность епископов и священнослужителей, построенная на компромиссах с богоборцами, привела к нравственному растлению внутри московской патриархии. Компромисс со злом не может дать мира духовного. Мир, достигаемый таким путем, есть ложь. «Для лжи нет места в церкви, как нет в ней места сатане, отцу лжи. Нет ничего страшнее, чем мириться со злом и привыкать к нему». Кавычки открыты. «Да не подумают, однако, что всяким миром надо бы надрожить, ибо знаю, что есть прекрасное разногласие и самое пагубное единомыслие, но должно любить добрый же мир, имеющий добрую цель и соединяющий с богом. Мне хорошо быть и слишком вялым, и через меру горячим, так, чтобы или по мягкости нрава со всеми соглашаться, или из упорства со всеми разногласить. Но когда идет дело о явном нечестии, тогда должно скорее идти на огонь и меч, не смотреть на пребывание времени и властей, и вообще на все, нежели приобщаться до лукавого кваса и прилагаться к зараженным. Всего страшнее бояться чего-либо боли, нежели бога, и по сей боязни служителем истины, стать предателем учения веры и истины. В скобках святитель Григорий Богослов. За годы советской власти был выращен новый, совершенно неизвестный в истории церкви тип епископа, политикана и администратора. Хотя епископ не только администратор, основная его задача учительная. Епископ призван учить примером своей жизни. Апостол Павел в послании к Титу пишет, говоря о назначении епископа, что он должен быть. Не порочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гнилив, не пьяница, не убийца, не корысту любив, но страну любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящийся обличать. Титу 1, глава 7 по 9 стих. Хератонии епископа предшествует особый чин его наречения, торжественное исповедание им своей веры перед церковным народом, а также принесение особой присяги, в которой, в частности, говорится, кавычки открыты, к всем же обещается ничто же творить ими по нужде, аще и от сильных лиц или от множества народа, ну диму, а еще и смертьюми вострепят вели, вилящие, что сотворили мы вопреки божественным и священным правилам. Кавычки закрыты. Дальше продолжается русский текст. Также я обещаю, что я ничего не буду делать по принуждению, хотя бы принуждали меня сильные лица, то есть власть имущие, или множество народа, даже если они станут говорить мне, смертью грозить, требуя, чтобы я сделал что-нибудь вопреки божественных и священных правилам. Многие считали и утверждали, что патриарх Алексий II был избран свободным волеизвельением архиереев московской патриархии. Однако, согласно вновь открытым документам, в дни подготовки поместного собора 1990 года руководитель КГБ и будущий путчист Кручков разослал по всем управлению КГБ специальную шифрованную телеграмму, предлагавшую управление способствовать избранию на патриархии престола митрополита ленинградского Алексия Ридикера. Смели ли собранные на собор церковные агенты послушаться своего шефа? Да все последние годы ни один Дроздов, Антонов, Аббат, Островский и другие еще не раскрытые. Ни один из этих ангелов в рясах не принес примера покаяния ни один. Владыки Московской Патриархии не только не подают примера в ПКН, но идут еще дальше по пути самооправдания. На Архиерейском соборе Свято-Даниловском монастыре в конце марта в начале апреля 1992 года нынешний глава Московской Патриархии договорился до того, что назвал клеветой неопровержимые факты сотрудничества Иерарховской ГБ. Так, в первый день собора, задавая к тому всему дальнейшему ходу соборной дискуссии, Патриарх заявил, что многие проблемы церковной жизни в большей степени искусственно создаются изне с целью отторжения церкви народа Божия. Эти проблемы рождены сергианством и нераскаянностью в нем, и именно это отторгает чат Божьих от церкви. В связи с этим создается комиссия по расследованию связи иерархов и клириков КГБ из восьми молодых епископов, рукоположенных в перестроечное время. Руководство Московской Патриархии не только прикрывается этим фактом, подчеркивая свою мнимую свободу от влияния КГБ, но и продолжает свой позорный путь, подставляя этих самых молодых иерархов. Перед молодыми епископами возникает естественная альтернатива, либо найти способы оправдания деяний иерархов агентов, подтвердив заявление Алексея Второго о развернутой прессой креветнической кампании против церкви и улучив ее прессу во лжи, либо признав важность и жизненную необходимость дать ответы напрямую оставленную за вопросы, тем самым лишиться покровительства тех, против кого выдвинуты эти страшные обвинения, то есть выражая словами патриарха получить возможность окончить свои дни где-нибудь в монастыре вдали от ипархиальных кафедр. Сотрудничающие с КГБ и арахи с помощью созданной на соборе комиссии стремятся оттянуть время и подобно страусу прячут голову в песок. Но ведь наша совесть не перед людьми, а перед самим Богом. По слову преподобного Ефрема Сирина, если нам стыдно людей, то насколько больше должно стыдиться о вместе бояться Бога, знающего все тайны человеческие, ведь Он будет свидетельствовать мир и возврат каждому по делам его. Сейчас надо не критиковать патриархию и московскую патриархию, а помогать им. Нельзя злорадствовать их положению. Согласен. Избавив Бога злорадствовать, но как помочь? Делать вид, что все в порядке, но мы более не замечаем Иудина греха, предательства, доносительства, лжесвидетельства или убеждать выйти на светлый путь покаяния. Скрывающие свои преступления не будут иметь успеха, а кто осознается и оставляет их, тот будет помилован. Читаем мы в Писании. Притча 28 глава 13 стих. В странице сегодняшней отечественных периодические издания тут и там пестрят разнообразные информации на религиозные темы. От рубрики заглянем в святцы. В Коммерсанте до последнего до довольно объемистых статей в известиях недели московских новостях последний месяц стало весьма популярным имя дьякона Андрея Кураева, опубликовавшего несколько статей, в которых он честно и откровенно признается, что не только он, получивший могословское образование московской семинарии и духовной академии в Румынии, а ныне состоящий референтом при патриархе, но и добрая половина священника в московской патриархии так или иначе сотрудничал КГБ. Русская мысль о 28 феврале 1992 года. Идеакон Кураев признает, да, грех, да, было, но ведь каждый второй, да и КГБ преувеличивает, им тоже свойственны приписки. И вообще, это все их провокация. сами идут ко дну, и нас православные за собой тянут. Черни и порочи. Посмертный триумф комитета. Московская новость 8 марта 1992 года. И ни разу ни в одной из своих статей не пишет диакон Андрей Кураев о необходимости кается. Если это действительно как вы у диакон пишите наш общий национальный и народный грех, который лишь в лице церковных пастырей сконцентрировался более ясно, полно и печально, не должно ли пастырем явить пример покорения тем, кто не знает, что это такое. Хочется спросить диакона Андрея Кураева, как вы считающие себя православным, что обязывает вас жить в духе истины и силы правды, встали на путь несогласного сотрудничества со службой госпезопасности, в чем вы признаетесь со страниц ваших статей, что заставляет вас заниматься не только самоправданием, но и оправданием и защитой своих учителей владык московской патриархии, имеющих за плечами 30-40 лет стаж работы КГБ. Ваша публичная полуисповедь свидетельство последнего триумфа комитета. Пример блестящего решения одной из задач безбожников ослабить церковь извращенным исповеданием веры. Сколько еще такие, как вы, референтов? Современный наш исповедник Борис Талантов в своей статье порождение Ехиднины август 1967 год обречал лжепастыря и призывал русский народ кавычки открыты. Возглавители патриархии придают церковь, не следуя светлому исповедничеству патриарха Тихона, митрополитов Петра Куртицкого, Кирилла Казанского и Осипа Петроградского и сонма других исповедников, которые не допускали использования церковного управления в целях внешней и внутренней политики богоборческой власти. Возглавители патриархии предают церковь, не защищая права православного большинства российского народа на христианское воспитание детей и молодежи. Сохраняя единство, они, чата церкви Виктор Потап должны начать всенародное обличение, развращенных лжепастырь и очистить от них церковь. Выглядели на мной ВП Виктор Потап Если у возглавия Московской патриархии нет сил для того, чтобы стать примером для паствы в покаянии, пусть тогда уйдут в сторону, как предлагали соловецкие епископы митрополиту Сергею и уступят своей кафедре архипастырем, способным стать на этот узкий путь. правосвященник Георгий Эндельштейн, написавший кавычки открытым, Борис Владимирович Талантов, 65 лет, в то время преподаватель математики, сын священника, погибшего в сталинских лагерях, автор несколько стадей о бедственном положении РПЦ. Составленное им письмо 12 верующих Кировской области попало за рубеж и было передано по БВС на СССР митрополиту Никодиму Ротову, ведущему внешними Сношение Московской Патриархии газета Humanity задала по этому поводу вопрос. Митрополит Никодим заявил, что письмо это анонимное и факты добавления властей на церковь о давлении в нем изложенные не соответствуют действительности. Местные органы КГБ стали добиваться от авторов письма подтверждения заверений митрополита Никодима. Давление было такое, что у трое из подписавших письмо скончались. Семинарист Каменский был исключен из семинарии, но ни один из подписавших от своей подписи не отказался. Более того, Талантов в открытом заявлении подтвердил верность фактов гонения церкви, изложенной в письме в 12 1969 году. Он был арестован, приговорен к трем годам заключения за креветой и ужас в юремной больнице. Подвиг Б. Талантова поразительен еще и тем, что он действовал в российской глубинке, а не в крупном центре. Об этом в свое время писал Анатолий Левитин Краснов. Левитин. Кавычки открыты. В тяжелые времена, когда за какие-нибудь 2-3 года в хрущевский период было закрыто более 10 тысяч церквей, когда каждый день в Почаевской обители и в других обителях Молдавии и Украины, когда все газеты и журналы были переполнены вонючей клеветой в адрес верующих, а иерархи сидели на своих местах, боясь замол словечка в защиту церкви. В это время скромный учитель из Вятки боролся за церковь. Он боролся пером, писал яркие письма во всей инстанции. Он боролся словом, обличая произвол местных властей и преступное попустительство иерархов. Тяжело ему было старику, ведь в провинции он был совершенно один. Вокруг некуртовых людей, несмелых соратников, ведь в провинции люди более робкие, чем в Москве, власти более самоуправные, произвол теничнее. Посев, октябрь 1969 года, драма в Вятке, страница шестая. кавычки открытые. Сергеянцы лгут вовсе не потому, что их на лесоповал могут отправить, и не потому, что в пистолет в затылку приставлен, а только потому, что они сергеянцы. Докрина у них такая. Они веруют и исповедуют, что церковь необходимо спасать ложью. Это их первая и большая заповедь. кавычки закрытые. Читая, перечитывая классику Монреаль 1992 год. Единственный способ покончить с этой ложью истинное покаяние. Но в любом случае эти иерархии не освобождаются от духовного суда, который может и должен состояться в условиях соборной полноты Русской Православной Церкви. Потому что о духовном суде внутри московской патарахии говорить не приходится. В самой ее структуре беспристрастный духовный суд отсутствует. Синод держит полноту власти над церковной жизнью в своих руках. Как это делать итальянская мафия или политбюро? Поскольку, согласно уставу РПЦ, функции духовного суда, разбор жалоб, неканонические действия епископа и духовенства и тому подобное отнесены к самому Синоду, было бы наивно полагать, что его члены осудят самих себя, а не будут все свои злодеяния держать под секретом. Возглавивший церковную комиссию по расследованию документов КГБ епископ Костромской и Голицкий Александр в свое время высказал опасение, что закрытие всех грехов московской патриархии смутит малых сих. Но ведь упорное самооправдание в очевидных грехах еще больше смущает малых сих, а других вообще отвергает от церкви. Всем известно выражение «не выносить мусор из избы». Но если слишком долго держать в избе этот мусор, она непременно наполнится невыносимой затклостью, и не только дышать, но и жить в этом доме станет невозможно. Наступает время, когда жизни необходимо вынести накопившийся мусор из русской избы, проветрить и основательно помыть ее. Церковь учит нас постоянно через покаяние вычищать мусор из своих изб наших человеческих душ. Надежда на земных спасителей и умалчивание правды ради ложного мира, приводящего по опиранию закона Божьего, подготавляет мир к приходу Антихриста. Тайна беззакония уже в действии. Откроется беззаконник, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою и знамением и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением, погибающих за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. Из-за сии пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все, не веровавшие истины, но возлюбившие неправду. 2-й фисанцер лунингийцам, 2-я глава 7-го по 12-й стих. И если не покается весь русский народ в своем неприятии любви истины и не исповедовать истину подобно новомученикам, то как приняли молча лжи вождей московской патрахии, так и примут они антихриста. Устами исповедуют ко спасению. Римлянам 10-й глава 10-й стих. А молчанием предается Бог. Святой Григорий Богослов. Слава Тебе Боже наш. Слава Тебе.